Александр Янович, вот мы общались с вами в минувшем году, была премьера вашей постановки «Старший сын», и сейчас вы вновь в нашем любимом театре «Сказка». Что будет ожидать зрителей? Ну, очень трудная работа, очень интересная пьеса. Редко её берут в театрах, а в театрах кукол это делается впервые. Это «Брехт. Кавказский миловный круг». Вот такая вот история. Ну, для неиспушанного говорителя, да, что это такое. Я вкратце могу рассказать, что это за история, что это за пьеса, чему она посвящена. Пьеса очень современная на сегодняшний день, там всё происходит на фоне такого сюжетным фона. Действие является дворцовый переворот, и страна погружается в пучину гражданской войны. То, что мы наблюдаем вот совсем рядом, на границах с нашим государством, повсюду, и то, что периодически вспыхивает всё время в мире, вот, это очень узнаваемо. И самая главная мысль, которая тут заложена автором, что кто наследует землю эту? Мы помним, кто это делает по священному писанию. Брехт это то, что только повторяет, землю наследуют, по Библии землю наследуют праведники. Брехт к этому добавляет ещё те, кто эту землю возделывает, не уничтожает, а возделывает. Вот. И мне показалось, что это для театра кукол очень интересная история. Это безоговорочно, сразу без раздумий. Мы приняли все моментальные, только я сказал это название, как все двумя руками за. Все, с кем я не говорил, с художником, с композитором, даже не размышляли, бросились в черте голову, в эту идею, чем она хороша. Пьеса сложна для обычного театродрамы, поскольку она написана в стиле народного театра. Более того, пьесу разыграют крестьяне, которые делят долину. Кому она будет принадлежать? Виноградарям или овцеводам? Вот. И они сами разыграют пьесу, так старинную пьесу, которая когда-то разыгрывалась в Китае, с привезёнными китайскими масками. Пьеса написана в Германии. То есть вы можете себе представить, какой это вампуха. Вот. Но Брехт сразу оговаривает, что это народный театр, он выстраивает всё как карнавал. Поэтому при всём ужасе происходящего, там очень много действующих людей. Там действительно шествие персонажей бесконечное. Около 40-50 одних только персонажей. Плюс мы ещё сделаем там народные сцены массовые, практически не хуже, чем у Шекспира или у Бориса Кадыновой Пушкина. И будут дополнительные куклы. Актёры играют, куклы играют. Там гибриды всевозможные возникают между сцен. И всё это, сложность это в том, что не вполне привычный такой формализм должен получиться, непривычный для театра кукол, к которому мы привыкли. Потому что, поскольку это стилистика народного театра, предполагает несколько иное отношение к кукле. Потому что кукла в народном быту, она, во-первых, многофункциональна, она много значений в себе имеет. И магические, и ритуальные, и прикладные, и даже и кукла-игрушка сюда входит. Но кукла всегда безлика. Там просто белый блин, и она слегка завёрнута в тряпку. Она тряпичная, она домотканная, она рукотворная. И вот мы постараемся сделать всю нашу стилистику материальной части спектакля близко к этому представлению. Здесь всё будет придумано, всё будет домотканно, рукотворно. Более того, поскольку это Кавказский меловой круг, и действие в условной Грузии происходит, то мы подумали, и мне кажется, очень верно им найдено решение художественное, что мы всё это представили как некий единый образ, оттолкнувшись от ковра. То, что есть в каждой кавказской стране, в каждом селе, независимо от национальности языка, в Закавказе, на Северном Кавказе, на Кавказе, в Персии, в Афганистане, в Пакистане, в Индии, всё это одни и те же мотивы. Более того, и вот те так называемые крестьяне, которые разыграют, будут у нас одеты в такой некий условный крестьянский костюм, который можно встретить в любом селении. Что в Индии, что на Кавказе, что даже у нас в России. Мы все это знаем, это сейчас очень модная современная одежда, так называемая хипстерская, или там отголоски хиппи, но немножко слегка стилизованная. И каждый актёр будет играть по нескольку ролей. Вот на эту некоторую униформу, так называемую народную, будут ещё добавляться детали, маски, детали костюмов, придуманные какие-то образы, поскольку в народном театре всё придумывается из того, что плохо лежит. Ордена из фольги вырезаются, сабли делаются, деревянные. В общем, полный карнавал, выдумки, и более того, это должно происходить здесь на глазах у зрителя. Я надеюсь, что мы справимся. Очень трудная пьеса, она, когда читаешь, безразмерная, там больше 70 страниц, огромный пролог с крестьянами, которые спорят из-за земли, какой-то оперуполномоченный из центра, какой-то народный певец, который приехал из столицы, чтобы с крестьянами разыграть этот спектакль по поводу праздника. Вот, мне кажется, мы нашли очень интересное художественное решение, которое будет и зрителю интересно. И более того, интересно самим актёрам, потому что по их реакции я могу сказать, что они очень взволнованы, во-первых, выбором материала, во-вторых, тем, что они первопроходцы. Мало кому доводилось, да не только в театре «Кукла» это впервые, а в драме мало делают эту пьесу в силу её сложностей. Но она безумно актуальна и очень современна сегодня. Мне кажется, что найдёт своего зрителя эта пьеса, этот спектакль, будем надеяться. Но я так понимаю, уже работы начаты, и когда нашим зрителям ожидать? Мы так спланировали, что репетиции плотные уже начнутся в середине сентября, и к концу октября мы планируем выпустить. Но работа уже сейчас идёт полным ходом, там огромное количество эскизов, деталей, которые мы обсуждаем всё время, до сих пор спорим, до сих пор. При том, что найдены какие-то общие ориентиры, до сих пор уточняем мелочи и подробности. Это очень интересно. И мне кажется, это будет до самого конца. Ну и вот пока идут споры и поиск решений, буквально через несколько дней состоится показ с предыдущей вашей постановки «Старший сын». Вот отрываетесь от проекта, смотрите, вносите какие-то корректировки в репетиции? Ну, в данном случае, вы знаете, я раньше болезненно воспринимал ситуацию, когда режиссёр оставляет спектакль, и спектакль уже живёт сам, и часто обрастает ненужными ракушками, как корабль. Сейчас я к этому спокойнее отношусь, более по-философски, потому что это не собственность режиссёра спектакля. Это всё-таки принадлежит всем, и театрам, и актёрам в первую очередь, потому что моё кредо, наверное, то, что театр должен быть актёрским. Потому что ради того, что актёр сотворит на сцене, мы все трудимся. Вот поэтому я думаю, что то, что я увижу завтра на прогоне, я к этому отнесусь спокойно. Скорее всего, я думаю, что актёры, наоборот, набрали. Потому что Вампилов — это тот автор, который обогащает. Чем больше с ним сталкиваешься, тем богаче становишься. Я думаю, что я увижу какие-то тонкости, о которых не подозревал. Наверняка там что-то будет лишнее, но это не проблема. Это всегда можно полепетировать, оговорить. Актёры — это такой чуткий организм. А здесь хороший актёр, хороший актёр всегда слышит замечания. Так что я думаю, что, скорее всего, я останусь доволен. Потому что я верю в этих актёров.